Время перемен В 1880 году из глухой алтайской деревни Сростки приехал в Москву поступать в институт кинематографии 25-летний сельский учитель Василий Шукшин. Идет параллельный человек, и я вдруг понял, что это Илья Шукшин. Но что поразительно, я об этом не раз вспоминал, что когда мы познакомились, и я услышал его голос, то он так совпал. Внешность этого человека, знаете, бывает так, вот ты смотришь на человека, а потом он заговорил, это совершенно несопоставимо. А тут было поразительно, уникальная внешность, уникальная манера говорить, голос, все уникально. Я тебе стяну, вот видел, быка трехлетку с ног сшибаю, раз свалю. Я тебе стяну, вот видел, быка трехлетка с ног сшибаю, раз свалю. Давайте я вам лучше расскажу одну историю, что очень, так сказать, важно и характеризует, может быть, не столько меня, сколько Шукшина. Я снял монтажный, длинный план его стоящего, когда он курит, и мальчика снял. И предполагалось, что я буду резать этот план. И вот я, значит, кладу его на монтажный стол, и я только понимаю, что я не могу этот план разрезать. Я не могу разрезать этот план. Я даже не сделал попытки, вы знаете, я, ну так я задумался, ну а как же. Я все-таки нашел ход, я там повторил мальчишку, там дважды так, так еще. Но так я его и не разрезал, так целиком я его и поставил. Ну вот это сущность была, вы знаете, вот этот план он выражал. Я много думала, думаю, что вот определить, вот какой человек Шукшин все-таки. Много говорят о нем все, а что он? Он не суровый, он не, боже упаси, злой был, он какой-то ненадменный никак. А думаю, а что такое, в нем какая-то черта была, она очень простая, человеческая, которая как бы отсутствует у многих других людей, его резко отличало. И вдруг я сегодня вот поняла просто, что это. Этот человек, который молчал, когда он не хотел говорить. И совершенно лишенный такой черты лицемерия, которым как бы наделены многие, надо сказать. Масовка, когда вот сидела за столом, большая, и знаете, когда вот, ну, когда готовится, все, свет ставится. Ну, начинаются анекдоты. А он в это время монолог репетировал, который потом силовым приемом ему вымаран из картины. И он мучается, мучается, и вдруг так. А тут болтовня такая идет праздная. И он так-так поворачивается, я говорю, братцы, ну не надо так. И я просто как в тюм сердце сжалась, думаю, что вот я сижу, надо было мне им замечание сделать, сказать, остановитесь все-таки. А у него такая боль была, и что, мол, ну что же вы такие бестактные, что же вы такие пошлые. А он вообще-то есть в жизни? Что? Праздник. Мы с ним в столовой тоже вот пришли в столовой и дают в тарелках рагу, такие макароны серого цвета, вот, в палец толщиной какие-то, такая, какая-то жижа такая. И вот так, вот такой, по такому вот огурцу, такому сморщенному, такому какого-то даже не зеленого цвета, непонятно. Ну вот, и мы как-то так машинально едим, я смотрю, Макарыч так вилкой как-то, так водит по тарелке и смотрит на огурец. И смотрит как-то странно, я даже не могу понять, как. И вдруг он так вилку бросил, через паузу говорит, сволочек, огурец по бочкам замучили. Ужас! У него, оказывается, боль по этому, по огурцу. Он представил, как он был на грядке крепкий, сильный, что люди с ним сделали, во что его превратили, в какой рассол бездарный сунули, сколько они его продержали. Вот такая боль за огурец. Я думаю, что он и умер рано, потому что он очень болел за всех, за нас, за людей. Уж если по поводу огурца такая бы боль была, а то по поводу нас, что же. У него же всегда желваки ходили, если бы обращали внимание. Всегда и всегда глаза чуть-чуть прищуренные. Он как-то, по-моему, вот такими глазами, по-моему, редко смотрел. Он то ли приглядывался, то ли от боли чуть-чуть загораживался, что ли. Так вот. Как бы ни была сложна жизнь, как бы ни была она трубна порой, но при встрече с добрым и веселым человеком, ну, заражаешься от него, вот, ну, верой, необходимой силой даже преодолеть трудность. То есть это необходимо в жизни нам. Это трудно воспитать, это рождается вместе с человеком. Важно потом не утерять, не заиграть это, сохранить это в силе, в первозданности. И нести людям это чувство, оно нужно, оно очень нужно. Мы все ребята выспали, молодые тогда еще были, га-га-га, там какие-то анекдоты, кто у чего кушать принес с собой. А он что-то записывал в тетради. Потом вдруг так на меня посмотрел, говорю, парень, а откуда ты родок? Ну, я подхохнул под эту, какая была у нас тут во дворе, я говорю, Союз Советских Социалистических Республик, ну, все мы Союза, они твои малые родины. Я говорю, Алтайский край, Ребрихинский район, поселок Благовещий. Он засовывает эту тетрадь и коршуном на меня летит, я думаю, не в моем весе, я аж полтяжелом боролся, сейчас улетит. Но потом, когда он мне уже стал дарить вот эти рассказы, и там написано, когда я покидаю малую родину, уезжаю с родины, со своей малой, ну, в Союзе где-то, далеко куда-то, и встречаю земляка, то у меня, говорит, мурашки от копчика до позвоночника, говорит, до пятого шейного позвонка, по спине, говорит. Вот как он любил свою родину, малую родину, своих земляков, понимаете? Вот он их вот, а он о них и писал. Стрижиных принимает? Всяких принимает. Георгий. Ну, давай еще целоваться. Георгий, знаешь, Георгий. Знаешь, Жора. Геордж, а не Жора. А? На. А что ли? Весь день сегодня, как рыжий на ковре. Я тебя же на дорогу перешел. Что ты мне руку не соизволил подать? Ну, на, тебе руку. На. Спасибо. Мы как-нибудь так. Гляди ты, какой ежик. Я не представлял и не представляю себе фильмы. Они сражались за родину без участия Василия Шупшина. Я его воспринимаю как персонаж. Это вот самое высшее проявление актерской профессии, когда не воспринимаешь артиста. Как он это делает? Воспринимаешь персонаж. Лопатин. Я где-то принадлежу поколению, которое не воевало по возрасту. Еще же я в игре своей где-то немножко подсознательным чувством должен, мне кажется, это моя задача, привести зрителя, ну, к преклонению перед этими людьми. Они святые люди, это вот они сражались за родину, они спасли родину, они победили. Играл он просто эту роль с полной отдачей. Вот если посмотреть его эпизод, когда погибает мальчишка, бросаясь под там, вот этот его монолог, Ну, так невозможно сыграть. Вот она, Кочетыговая работа. А самого уже нету в живых. Мать теперь узнает. Как же это посредо жить-то будет? Вот когда таких ребятишек по восемнадцати до по девятнадцати лет убивают, у меня на глазах я об этом плакать хочу. Мне погибать совсем другое дело. Я пожилой комель жизнью со всех сторон нюхал, но когда таких вот ребятишек... Хватит! Хватит тебе причитать! Когда не было съемок, то режим был, конечно, ужасный. Ужасный, потому что... Ну, вся ночь и целое утро он сидел, работал. Потом пил крепкий кофе, потом таблетки снотворные, чтобы заснуть. И он сам пишет, что сплю с зажатыми кулаками. Я, когда приходила к нему сюда, и просто сердце крови обливалось, потому как... Тем очень неспокойно спал. А потом вставал такой тяжелый. Тяжелый вставал, есть, не хотел опять кофе. Опять садился, опять садился работать. Бурков рассказывал, что он ночами сидел, пил, нещадно пил черный кофе. Курил, как проклято. У него сердце было похоже. Он был болен, в общем, так сказать. Такой выжатый, вот типично русский мужик. Все жил и принял, а силы не те. Потому что жизнь была всякая, трудная, керпу, не было. И он себя, конечно, и этим добил еще. Ну и просто ресурс кончился жизненный. У каждого из нас свой ресурс. Насколько хватает его. Дорогая доченька Маня, слышал твой голосок. Вот пишу тебе это маленькое письмишко. Молодцы, что позвонили. Хожу весь день под впечатлением ваших голосов. Поцелую маму. Повторяюсь, скорее подрастайте. Буду счастлив показать вам Родину. Нашу прекрасную Россию. Очень хочу, чтобы вы любили ее больше всего на свете. Даже больше, чем меня и маму. Потому что тогда и нас не забудете. Мы с мамой старались работать для нее. Может быть, нам удастся быть хоть крошечку полезным ей. Ей, с большой буквы, красиво. Дай нам Бог всем здоровья. Целую тебя, дорогие... ...глазки. Папа. ПЕСНЯ Вот, по силе воспоминаний, ощущений, горестных ощущений, воспоминаний, это все вот осталось. До сих пор, видите, плачу. Так же, кстати, как плачу, когда вижу Карину Красную. Уже сколько, казалось бы, смотрела раз, ну не знаю, раз 500 смотрела. И каждый раз, думаю, ну все, вот там два момента, как бы для меня, встреча с матерью, где он на пригорке там плачет. И когда его убивают, и каждый раз я себе даю, как бы, вот такой за рук, думаю, я не буду плакать. Я все это знаю, это все, это кино. И каждый раз я просто не могу удержаться от слез, я знаю маму и Олю, которые тоже не могут удержаться и плачут. Не могу больше, Люба, не могу больше, тварь я последняя тварь, тварь подколотная, не могу так жить, не могу больше. Господи, прости меня, Господи, если может, не могу больше муку эту держать. Да как же у меня сердце-то вытешило, Господи. Что же там, камень, что ли? Егорушка, Миленький, что с тобой успокоится? Егорушка! Егорушка! Ведь это же мать моя, Люба, мать моя, мать! И сестру я видел в городе, не узнал только. Твоя родная мать? Ну как же так, поехали, вернемся, поехали к ней! Не время, не время, дай срока. Да какое время, что ты, Егор? Дай хоть волосы мои отрастут, я хоть на человека похожий стану. Мне так кажется, что это образ сегодняшней России. Почему? Потому что, в общем-то, Россия должна вот так вот спрыгнуть с этого сумасшедшего грузовика, куда-то несущегося, броситься перед церковью, перед колокольней. Вот так вот, и, как говорится, себя землей. Вот как вот он там, говорит, грызть буду землю. Прости меня, он говорит, Господи, прости, Господи, это мать моя была. Вот, понимаешь, вот это состояние, по идее, он дал, так сказать, направление России. Как бы это ни было, может быть, кто-то будет со мной просто активно спорить и скажет, что там Россия на правильном пути и так далее. Я считаю, что отец в этом смысле, он просто попал в сегодняшний день. Какими мыслями я, положим, писал, режиссировал, играл, я бы мог поделиться. Вот существует понятие «трудная судьба». В данном случае откровенно трудная судьба. Изломанная судьба. Покореженная судьба. То есть труднее, наверное, не придумаешь. Как вот быть в данном случае? Как помогать? А тут, как, наверное, в медицине. То есть никогда, наверное, не наступает у людей. Пора, когда надо сказать, что дальше бороться за человека нельзя. Не надо. За человека надо бороться, очевидно, до конца. В группе «Бом-бом» участвует тот, у кого оканчивается срок заключения. Вечерний звук, вечерний звук. Так много звук наводи том. В общем-то, Шокшин — это, скажем так, идеал русского человека. И именно вот его собирательные образы, истинно русские. У него и фильмы, и в основном его, и романы, и рассказы о русских людях. Именно русских. Я помню, что время мы не засчитывались просто. А юмор Шокшинский, вот поутру они проснулись, или прочие его вещи. Для меня вообще-то и сейчас остается, я лучше буду читать это. Или смотреть Шокшина, чем вот эти боевики. У меня были очень много моментов. Даже в войне, то же самое, как он отсюда попал письма. Ну, тоже мне это было так, нужно что-то святое, похоже даже. Что, допустим, может быть, так же ожидает меня впоследствии. Но я постараюсь сразу обойти это все, что он еще тянул его к распутной жизни. Я сразу это откинул в сторону, и пойду по другой линии совсем уже. По другой дорожке. Песот края убивают. Просто выражение этих глаз... Да, я согласен, актер это всего лишь сыграл. Но он сыграл самого себя. То бишь, ему не надо было учить речь. Ему не надо было там как-то подстраивать, там, настраивать себя, входить в роль, вживаться. Нет, он сыграл сам себя. Не плачь. Я не плачу. Плачешь, я же слышу, на лицо капает. Не буду, не буду, не буду. Люба, Люба. Я тебе фигуршку, вот это, вот это. У меня там в выходном костюме деньги. Разделись мамой. Я потом приду к вам. Он не злой старик, я его знаю. Все у мамы во сне видела. Он ей все написал. Умирает. Только она читать не умеет. Ну, порази-то, далеко не уйдете. Родненький мой, родненький мой, не умираю. А, Люба. 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 Иди вон там. Вочи вон там. Я сейчас, Игорь, сейчас, миленький, не умираю. Не умираю. У нас было довольно много времени, и мы разговаривали. На разных темах, во время съемок. И он сказал, знаешь, надоела мне вся эта киношка, и не хочу я снимать. А с другой стороны, стенку-то я должен снять, стенку разную я сниму, и уеду к себе в сростки, в деревню, построить дом, и буду сидеть писать. Мы в Рафике, в Рафике, едем со Судья Горького. Я как то ли подсел, я уж не помню, то ли меня подсадили, то ли мы со съемки, я сейчас точно боюсь сказать. И он сидит так, грязь на полу, он так сидит, только шапку снимает. Так все молчат. Он так шапку снимает и на пол бросает, и сидит. Потом вдруг говорит, пусть только он на меня крикнет, я ему, я ему крикну. Все, гробовая тишина, все сидим. Я тут спрашиваю Толя, говорю, а что он, он говорит, это к министру едет. И там оказалось, что он ехал на разговор по поводу Степана Разины. Деньги привез, а ты думаешь, что давать надо? Что думал, тварь? Думал, гадина! Собери деньги, собери деньги. Запомнил, что я сказал? Запомнил? Запомнил. Все, шагай, будешь титра. Я вспоминаю эпизод обсуждения Степана Разина на одном из худсоветов. Киностудия имени Горького, где выдающиеся по тем временам, хотя я их не считаю выдающимися режиссеры, художники, народные артисты, которые были как бы в обойме тогда у нашего Госкино, инкриминировали Василию Макаровичу, тирая Степану Разину, сценарию отсутствия классового самосознания. На что Василий Макарович говорил, что, ну, если бы у него было классовое самосознание у Степана Разина, то, может быть, революция 1917 года произошла бы чуть-чуть раньше, а не в 1917 году. И, конечно же, если бы он снял Степана Разина, я думаю, что это было бы кино век. Пусть на меня не обидятся люди, которые работают часы, ну, потому что он по-другому как бы жил, по-другому снимал, по-другому творил, я не знаю, все по-другому. Поэтому, наверное, так нельзя дожить до глубокой старости ему было. Вряд ли. Если всерьез захотите, если очень захочешь и всерьез, все можно одолеть. Все? Все? Все, 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 все. Все, 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 кроме смерти. 1974 год. Леонид Ильич Брежнев выступил с докладом на очередном съезде КПСС. Досрочно сдана первая очередь Байкала-Амурской магистрали. Растет мощь наших вооруженных сил, способных противостоять любому агрессору. С визитом дружбы в СССР прибыла Индира Ганди. Построена и сдана в эксплуатацию очередная линия московского метро. Торжественно отмечается по всей стране юбилей Леонида Ильича Брежнева. Медицина, торговля, сельское хозяйство, металлургия. Вся страна борется за досрочное завершение пятилетки. На 46-м году уходит из жизни советский актер, режиссер и писатель Василий Шукшин. Субтитры создавал DimaTorzok Василий Шукшинани стало 2 октября 1974 года. Во время съемок фильма Сергея Бондарчука они сражались за родину. Киногруппа жила на теплоходе Дунай рядом со станицей Клецкой на Дону, неподалеку от Волгограда. За три дня до смерти его гримируют. Руков был, рядом где меня гримируют. А он берет шпильку у гримерши, красный грим. Опустил и на обратной стороне ошибки натисты. Нашел рисовать. Чего ты рисуешь-то? А он видел, картину нарисовал. А Бурков говорит, что же за картина? Ну, как же, не видишь? Вот дома, деревья клонятся, дождь. В общем, похороны. Там Бурков его вырвал, говорит, идиот, какие похороны? Ты что, глупости говоришь? Да, вначале у меня было подозрение, что Васю отравили. Я уверен, что Василий Макарович ушел не своей смертью. Мне Георгий Иванович Бурков рассказал, как последнее прощание с Василием Макаровичем было. Они до трех, кажется, до четырех ночи стояли на палубе, пароходах, на котором они жили. Вот потом начался и глянул, говорит, господи, Жорка, ну тебя к черту. Говорит, да надо уже мне идти ведь спать, потому что рано вставать. А мне, говорит, еще сейчас записать надо кое-что. И ушел. А через 15 минут его не стало, по констатации врачей. И он, говорит, я стал считать. В веселом настроении он пошел. Вот он с верхней палубы спустился к себе в каюту. Расстегнул, снял шинель. Снял гимнастерку. Снял сапоги. Я почитал, говорит, никак не получается. Пройти с палубы до каюты, плюс заварить кофе. На столе стояла кружка с кофе. Потому что он всегда пил огромную кружку, так сказать, полулитровую кружку растворимого кофе. Не получается по времени. Есть вот такая фотография, я слышала. Довольно... Какой близкий к кино, то есть даже... Не близкий к кино, я даже так волнуюсь. Не знаю, как... Не хочу называть этого человека, но мне сказал, что он видел эти фотографии. Где Шукшин... Вернее, в каюте Шукшина все разбросано, раскидано. И его тело вот брошено на вот эту... Ну, койку. Ну, это койка, койка. Вот так вот. Один сапог куда-то в одну сторону. На другую. Наверное. И потом я тоже слышала о том, что за несколько дней до смерти на корабле появился человек, которого никто не видел. Вернее, никто не видел, а его все видели. Не знали, откуда он. И кто он. И с какой вообще стать он появился на этом корабле. И... Все, собственно говоря. Все то немногое, что я знаю. Но я так думаю, что это действительно так. Я думаю, что его убили. Потому что врагов было действительно много. Я не могу сказать, потому что это надо доказать. Вот если бы тогда кто-то взялся бы, и чтобы экспертизу быстренько врачебную сделать, чтобы экспертиза была такая, беспристрастная, вот тогда можно было узнать. Но это уже недоказуемо. Когда мы, говорит, обнаружили Василия Макаровича, то, говорит, меня поразило почему-то в каюте, говорит, запах корицы. Я, говорит, удивился, откуда запах корицы. И плюс разбросаны по полу каюты рукописи. Василий Макарович был очень аккуратным человеком. Вот все это, как говорится, обобщив, он говорит, а потом, говорит, когда я, Саша, говорит, снимался в «Детективе», один из последних фильмов с Георгием Ивановичем, где он следователей играл, вот, у нас на картине, говорит, были очень солидные консультанты. И из КГБ, и из МВД. И я, говорит, их спросил. Я говорю, вот, как можно убить человека, так сказать, вот, и ничего не докажешь. И они очень просто сказали, существует инфарктный газ, который можно в скважину тебе пустить, и у тебя инфаркт, и ты скончался. Он говорит, а какие вот особенности этого газа? Говорит, запах корицы. И он говорит, и я чуть не позеленел. Меня, говорит, тут сразу осенило. Я понял, что Василия Макаровича убрали просто. Боялись его Степана Разина, который мог призвать народ к бунту. Этого боялись, конечно, наши идеологи. Я первый раз это послушал. Никогда ни Георгий Иванович Турков, ни Александра Васильевича Панкрадова-Черного мне об этом не рассказывали. Никогда. Ну, я тоже не верю в то, что он сам умер. И слово может убить, и поступок, и взгляд, и усмешка, и надсмешка. А этот человек был просто как ребенок. Из дневниковых записей Георгия Буркова, которую он адресовал Шукшину после смерти. Я до сих пор не верю, что ты был мертв там, на теплоходе. А в Москве был уже не ты. Подменили. Всю страну поразила эта смерть. Многие восприняли это как убийство. Так, в общем-то, и было. Иначе и быть не могло. Талант бесит и не только тех, кто диктует нормы жизни, а и многих других по разным причинам. Надо понять раз и навсегда. В убийстве талантливого человека участвует большинство. Во всяком случае, у нас в России такое убийство – дело привычное. Ну, шаркнули по душе. Вот какая штука. Важно еще беречь себя. Беречь себя для, ну, каких-то ударных, главных дел. Они всегда известны самому художнику, что есть главное, а что есть, без чего можно прожить. Вот поменьше того, без чего можно прожить. Поэтому хочется много успеть, но когда отшагаешь подальше в жизнь-то собственную, понимаешь, что успевал тогда, когда не торопился, и когда делал глубоко и крепко. Он же первый задал нам и себе вопрос, что с нами происходит. Что с нами потом произошло? Сейчас уже ясно, Шукшин чувствовал, что с нами что-то происходит. Он не мог объяснить, что, но он чувствовал тревогу. Он чувствовал, что начинается что-то, чему невозможно противостоять, но нужно. Вот что такое Шукшин для нас сейчас. В нём всё органично, любое движение его органично. Любой его жест органичен. Он сам живёт в том, что он делает. Какой он оказался талантливый режиссёр. А писатель, мне кажется, это один из тех, я рискну это сказать, один из тех, кто войдёт в классику русской литературы. Я считаю, что он заставил уважать человека. А это, я думаю, синоним защищать. И себя защищать, и гордиться, что мы россияне. Вот это вот, мне кажется, об этом подвиг Василия Макаровича. Бесспорно, уход такого человека из жизни на определённом этапе является страшной потерей для народа. В его ориентирах, потому что, бесспорно, Василий Шукшин был одним из таких ориентиров. Я уверен, что он возвращается, начинает возвращаться, скажем так. И я уверен, что он вернётся. Не может не вернуться. Дело всё в том, что чем больше мы сейчас теряем нашей национальной культуры, тем больше мы будем возвращаться к прошлому. Мы будем возвращаться и обращаться, в первую очередь мы будем к нему. Я должна сказать, что он его книги читает во всём мире. Но для России нужен, нужнее, чем где бы то ни было. Потому что это наша история, это наша история, это наше прошлое, это наше будущее, это наше настоящее, это наше русское. Шукшин, это, по-моему, актёр такой. Актёр, а что он сыграл? Ой, а я даже не знаю, фамилия знакома. Ну, актёр, как бы, по-моему, нерасходимо снимал. Вы знаете, я русские фильмы, как бы, немножко плохо знаю, так что я точно сказать не могу. Шукшин, в принципе, сложно сказать, как бы, я увлекаюсь более молодёжной музыкой, может быть, какой-то музыкант, может быть, кто-то ещё, в принципе, не интересует, тусует с ночью, учусь днём. И не остаётся времени на книжки, наверное, остаётся только на учебнике. Шукшин, это такой писатель, был актёр великий, такой очень известный. О чём снял? Тихидон. Тихидон, да? Да. А это так, а о чём написал? Ну, Тихидон и написал, и сам снялся в главной роли. Шукшин? Вот есть Федокси, Федосеева, Шукшина, это, да, это я знаю ещё. Писатель Василий Шукшин. Сумсал, не помню. Вообще, Шукшин их много. Писатель, великий советский писатель. Крозавик. Писатель середины текущего века. Давай, скажи, а что он написал? Что он написал? А какое-то кино можете вспомнить? Не помню никакого фильма. Вообще? Вообще. Ну нет, в принципе, я помню много фильмов, но с его участием нет. Конечно, гений, талант, скажем так. А вот как бы... Запоминаем современников, в первую очередь, как уж слабоднее. Потому что как бы отзывается на звуки времени. Но так же очевидно и другое. Талант, потому и талант, что он актуален во всей времени. На все поколения. Поэтому как бы я... Это есть обида. Мы знаем, а они нет. Не значит, что они дураки. Но не значит, что они лучше нас. А это уже плохо. Ну это... Опять к судьбе. К той тяжелой. О которой и велся рассказ. Вот так вот. Спасибо. КОНЕЦ КОНЕЦ